Перед тем, как начать, собственно, свой рассказ, я хочу две вещи сказать. Первое, я иногда буду, может быть, не очень уместно проходиться по определенной группе людей. Такие люди из этой группы присутствуют здесь в зале, я никого не хочу обидеть, это исключительно для целей более яркого выступления. Это первое. Второе, совершенно неожиданным для меня образом, буквально с введения, тема стала чуть более злободневной, чем я думал раньше, это случайность, ничего настолько злободневного делать мне не хотелось. Тем не менее, так получилось, и мы с этого, собственно, и начнем. Внимание на экран. Наконец-то говорится о том, что власть обязана это делать, а если она это не делает, то она идет в ум. Как вы собираетесь? Она идет в ум. Все договорились. Восемь миллионов в стране. Нет. Сколько? Восемь, я могу ошибаться. Кого? Миллионы в стране, людей, говорю. И да, нет? Кого? Людей, людей. Как вы хотите, что все люди договорились? В какой стране восемь? В России. В России, я про Россию. В России восемь, да, конечно, вы правы. Уточните. У меня проблемы с цифрами, я говорю, да. Да, 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 понятно. Не до такой же степени, Люсия. Да, так мы это уже... Неважно, много людей. Много людей. В общем. У-ху-ху! 146. Мы знаем, что, конечно, 146 миллионов, естественно. Так вот. Проблема с математикой, проблема с тем, что у нас есть люди, которые действительно думают, что в стране восемь миллионов людей, это может казаться важным или неважным. И мы, на самом деле, в своих обычных разговорах об этом много упоминаем, но, тем не менее, нужно посмотреть на статистику. Если мы посмотрим на статистику, окажется, что с точки зрения международных тестов, с точки зрения международных рейтингов, наши с вами показатели по математике, ну, далеки от идеальных. Мы с вами сейчас, если мерить, допустим, в четвертом классе уровень математического образования, мы будем на десятом месте. Нас мы с гордостью обгоняем Америку. Америка на одиннадцатом месте сразу после нас. Но перед нами, естественно, Япония, Сингапур, Корея. Тут все понятно, тут никаких претензий нет. Всегда есть азиат, который сделает круче. Но нас почему-то обгоняет и Северная Ирландия. Я прошу прощения, почему нас обгоняет Северная Ирландия? Мы недостаточно много пьем, они нас перепь... Я, в общем, не понимаю, на самом деле. Так вот. На самом деле, шутки шутками, но математика в современном мире — это та область, которая действительно делает конкурентоспособными целые страны. И задуматься о том, что с математикой что-то не так — это, ну, проблема, на самом деле, которую должны решать специально обученные люди на всей популяции, в которой мы с вами находимся. И неожиданно, конечно, много факторов влияет на математическое образование. Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы сейчас успеть рассказать про все. Но среди прочих факторов существует такая простая вещь, как математическая тревожность. Некоторые люди боятся математики. Возможно, вы встречали таких людей. И, окей, это не новость, но на самом деле оказывается, что вот это боязнь математики — это что-то очень сильное, очень стабильное. И то, что действительно многим людям мешает идти в сторону математически... связанных с математикой карьер. И с точки зрения международных лейтингов, это серьезно популяции в нашей с вами стране людей, у которых серьезные проблемы с математикой, именно потому что они боятся ее. Примерно 17% — это у тех, у кого проблемы выраженные. И примерно от 30 до 50% людей хотя бы раз в жизни испытывали сложности, в том числе эмоциональные, при решении каких-то математических задач не только в школе, но и при подчете сдачи в магазине. Это действительно та вещь, которая существует, как бы нам смешно не было. Конечно, в такой атмосфере, как здесь, на Science Slam, это достоинство посмеяться над людьми такого типа, но тем не менее проблема правда есть. И раз такая проблема действительно существует, ученые должны попытаться взяться за эту проблему, решить ее и, ну, помочь обществу, это то, чего вы от нас хотите, чтобы общество стало лучше. Окей, мы попробуем сделать так, чтобы общество стало лучше. И более того, есть страшный факт. Ученые обнаружили, что существует полиморфизм РС-1338-85, который связан с математическими способностями и с математической тревожностью. Существует ген, который буквально делает нас технарем или гуманитарием. Но вы, конечно, на самом деле прошаренная публика, нет, конечно, такого гена, я лукавлю. Даже когда мы говорим про генетику, все устроено не совсем так, как нам рассказывают в школе. Мы все помним о том, что есть Грегор Мендель, у которого один аллель делал горошек зеленым, другой аллель делал горошек желтым. Мы вспоминаем, естественно, про доктора Ксавье, который умел читать мысли, потому что у него где-то там мутации в генах произошли, Росомаха регенерировать научился. Все это понятно. Но, если мы говорим про поведение, то на самом деле вклад всего одного гена никогда не бывает таким большим. Один ген, ну, в лучшем случае объясняет 1% различий между людьми. Поэтому, если у нас есть какой-то один, вот тот самый РС-1338-85 полиморфизм, который различается у меня и у кого-то еще, на самом деле это не позволит нам с вами понять, а в чем, собственно, различие на поведенческом уровне. Все устроено немножко не так. К счастью, есть наука, которая позволяет справиться с вопросом о том, влияют ли гены на какое-то поведение, даже не залезая в конкретные гены, даже не залезая в конкретные полиморфизмы. Генов очень много. Кроме вот этого РС-1338-85 существует там тысяча других генов, которые все вместе оказывают какое-то влияние и вместе, может быть, они действительно с генетической точки зрения делают кого-то гуманитарем и кого-то технарем. Так вот, существует наука, которая еще 120 лет назад научилась мерить, являются ли люди потомственными гуманитариями с помощью близнецового метода. Близнецовый метод завязан на том, что у нас в природе есть близнецы. Это естественный эксперимент. Я поучаствовал в этом эксперименте. Антон, подними руку. Здесь в зале есть мой брат-близнец. Мы с ним похожи на 100%. Окей, если быть точным, 99-99 и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы максимально похожи. Более похожи им быть сложно. При этом существуют еще и двойняшки. Это те, у кого генов не так много одинаковых. У них в среднем 50% одинаковых генов. Но при этом окружающая среда максимально одинаковая, настолько, насколько возможно. У них одинаковый социально-экономический статус. Они ходят в одни и те же школы. У них одинаковое образование у родителей. Ну, в общем, более похожих людей с поведенческой точки зрения, с точки зрения окружающей среды найти сложно. И если вы, конечно, не математически тревожные, то дальше следует очень простая логика. Мы берем и сравниваем сходство между близнецами и двойняшками. И выясняем, что если близнецы похожи больше, чем двойняшки, то единственное, что может объяснить большее сходство между близнецами, это гены. Просто потому, что у них одинаковая среда, и у тех, и у других. Но генов, у близнецов больше общих. Если и близнецы, и двойняшки похожи одинаковые, то тогда мы можем объяснить сходство не генами, а окружающей средой. Вот из такой простой логики выстраиваются сложные модели, которые позволяют нам лезть вот в такие вещи, как математическая тревожность. Поведенческая генетика с таким простым методом уже позволила открыть много довольно интересных вещей. Первая вещь, которая мне кажется очень любопытной, но на самом деле, я признаюсь честно, довольно спекулятивной. Это некоторая оценка того, а что сейчас вообще сильно наследуется и что сейчас становится мишенью для естественного отбора, того самого, о котором говорил Дарвин. Так вот, одна из гипотез заключается в том, что если у нас есть какое-то биологически важное качество, качество, которое есть у любого из нас с вами, оно явно вшито в нас с вами. Это что-то, что уже когда мы рождаемся существует. И в качестве примера такого качества можно взять чувство числа. Это некоторая способность считать, отличать одно множество от другого. Она присутствует у всех нас с вами, она присутствует даже у животных. И даже младенцы, когда рождаются, уже умеют отличать одно множество от другого. Ну, понятно, что не так же, как Григорий Брельман, но в целом умеют. Так вот, когда мы смотрим на вот такую способность, которая точно вшита, и видим, что наследуемость у этой способности, то есть вклад генов оказывается небольшим, это повод задуматься о том, а почему он такой небольшой. И одна из идей, которая есть у современных ученых, заключается в том, что природа как бы не позволяет этой способности быть слишком зависимой от генов, потому что по ней идет отбор, и она связана с выживанием, и люди как бы становятся более или менее успешными именно за счет вот этой способности. И может быть, там, через 50 поколений мы будем выглядеть примерно вот так. Окей, это спекуляция, но мне кажется, что мы, может быть, через 5 лет уже будем выглядеть гораздо более вот так, чем сейчас. Кто его знает? Другое открытие, которое сделала поведенческая генетика на сегодняшний день, связано с тем, что, когда мы вообще хотим лезть в какие-то способности, нам, окей, нам интересны гены, которые за это за все отвечают. И выясняется, что, вот я назвал вам ген, там, полиморфизм РС133885. На самом деле, с точки зрения современных поведенческих генетиков, скорее всего, одни и те же гены влияют на кучу разных способностей. Одни и те же гены делают нас способными в музыке, в поэзии и в художественном, ну, в изобразительном искусстве. И для того, чтобы стать гениями в этой способности, не нужно обладать какими-то совершенно специфическими новыми генами. Нужно просто набрать больше поинтов, больше баллов по каким-то общим генам, которые уже существуют. Некоторые открытия есть уже и в России. В поведенческой генетике я хотел бы, чтобы вы обратили на них внимание. Некоторые открытия совершили мы сами. Когда я говорю мы сами, я, конечно, имею в виду не себя одного, а большую лабораторию международную, которая занимается такими исследованиями. И мы, например, узнали, что математическая тревожность, если ее оценивать с помощью специального опросника, вам задают 25 вопросов, в которых выясняют, какие у вас отношения с математикой, оказывается, что математическая тревожность примерно на 40% наследуется. То есть вклад генов в математическую тревожность равен примерно 35-40%. Много это или мало я сейчас не хочу обсуждать, это некоторый существенный вклад, но тем не менее гены явно имеют какую-то, каким-то образом влияют на математическую тревожность. Более того, мы можем оценить, насколько это связано, эти же гены связаны с другими там вещами. Например, мы знаем, что математическая тревожность это близко, но не то же самое, что просто математические способности. И это близко, но не то же самое, что просто тревожность. То есть есть некоторая специальная такая штука, что для меня самого лично очень удивительно, и для меня странно в это верить, но есть отдельная такая как бы часть мира, которая называется математическая тревожность. На самом деле математическую тревожность, вот я вам сказал про опросник в 25 вопросов, сейчас есть более крутой метод, который позволяет с помощью одного вопроса узнать, есть ли у вас математическая тревожность. Это очень простой вопрос, звучит он так, есть ли у вас математическая тревожность, Если вы говорите «да», то можно сказать там от 1 до 10, то можно сказать, что она у вас есть. С помощью одного такого вопроса часто делаются далеко идущие выводы. Поэтому мы пытаемся вместе с другими лабораториями лезть глубже. И сейчас, например, мы уже знаем, что математическая тревожность — это не просто, когда вы говорите, что боитесь математики, а когда вы решаете какие-то задачи, оказывается, что часть вашего внимания, часть ресурсов, которые у вас есть на решение этой задачи, они уходят не на саму задачу, а на мысли о том, что «блин, как же страшно, я не хочу все это решать» и так далее. И просто потому, что часть ваших ресурсов уходит на математику, ну в смысле не на математику, а на мысли о математике, ваши результаты в итоге становятся хуже. Мы уже выяснили это на поведенческом уровне, мы знаем, что это правда для людей, но мы пока еще не до конца провели исследование, вот то самое близнецовое, которое позволит оценить нам вклад генов уже вот в эту более сложную вещь. И это то, на самом деле, зачем я здесь. Я здесь по совершенно корыстным причинам, мне нужны испытуемые эксперименты, мне нужны близнецы-двойняшки, которые придут и помогут нам разобраться в том, что, собственно, происходит в этом смысле на генетическом уровне. Если среди вас или ваших знакомых они есть, пусть они мне пишут, мы с радостью поставим над ними опыты и будем очень довольны. Более того, мы будем смотреть это и на уровне тех самых РС-полиморфизмов, будем собирать них слюну, будем мазать голову гелем и лезть к ним в мозг и так далее. Делаем мы это все для того, чтобы мир стал лучше, мир может стать лучше тогда, когда мы сделаем образование лучше, и нам очень хочется, чтобы это мы сделали так, чтобы образование стало лучше. И, собственно, поэтому я здесь, и поэтому я вам рассказываю о математической тревожности. Спасибо.